Панки, хиппи, готы и эмо. Это субкультура, которые в разные годы были популярны у молодежи. Время идет и вкусы у молодежи меняются. Сегодня модно быть хипстером. Именно такие парни запечатлены на этом снимке. Все бы ничего, но сфотографировал их военный. И явно в провокативной форме решил обсудить с пользователями соцсетей их внешний вид. Психологи утверждают, что произошел конфликт поколений. Это конфликт поколений, когда наши родители ожидают нас видеть в каком-то одном образе. А у молодежи как раз желание все образы сломать, навязанные стереотипы, выглядеть совершенно как-то иначе. Также психолог говорит, что военные зачастую испытывают обостренное чувство справедливости и желание во всем вмешаться и во всем разобраться. Это происходит потому, что здесь, в мирной жизни, проблемы ветеранов чужды общества. Люди, которые получили опыт военных действий, они навсегда останутся другими, они навсегда останутся с этим опытом. И переключиться – это не так просто, переключиться на другую жизнь, мирную. Сергей Лященко с позывным «Фортовый ветеран боевых действий». Поступок коллеги он поддерживает, но лишь в одном – молодых парней нужно воспитывать патриотически, но уж никак не вмешиваться в стиль их одежды. Военный человек взял сфоткас, взял селфи и показал, что наша молодежь на данный момент курит, спортом не занимается. И у него, наверное, сердце кровью облилось о том, что все-таки наша молодежь не подготавливается. Так человек показал, что на данный момент, если не мы, то кто будет защищать? Но молодежь мы должны тоже внести, что это все-таки наша страна. По поводу нашей, как говорится, молодежи, как одевается, никто не управит их обсуждать. Сегодня каждый человек ищет любой способ самовыражения. Я проведу маленький эксперимент. Я прошу курсанта в военной академии, как они относятся к парням, одетым в яркие стили одежды. Посмотрим, что они ответят. Решила показать я курсантам парней, которые одеваются не так, как привыкли они. Яркие принты на футболках и нестандартные прически. Как вы могли бы прокомментировать этого парня? Ужас. Парень. Мужик-баба. Серьезно? Ну, по-честному. Нет, не нравится. Нормальные вещи тоже продаются. Просто педик. Не, ну это уже печально. Это очень печально. Но есть и такие участники боевых действий, которые считают, что выбор стиля, каким бы он ни был, не имеет значения. Никто не запрещает парню с аркезом на голове или сербой в ухе служить в армии. А вот у меня длинные волосы, у меня узкие штаны. Но это абсолютно не значит, что я не служил в армии, что я не служил на передке. Им вот там 14-15 лет. Они могут пока еще, даже не призывного возраста, они могут ходить в чем угодно. Если придет, когда придет время, там 18 лет сполнится, они пойдут в армию служить, защищать родину. Но это вообще никакого диссонанса вызывать не должно, их поведение и их внешний вид. После того, как провокационное фото вызвало осуждение общества, его автор удалил все свои аккаунты в соцсетях. Благо, сохранили скриншоты, сделанные ушлыми журналистами. Напоминание о том, что в мирной жизни военная риторика неуместна. Светлана Довжук, Григорий Евич, Телеканал Репортер.